Всем привет, с вами Бэт Полигон, и конечно же первым делом хотелось бы поздравить всех моих подписчиков, да и не только подписчиков, а каждого зрителя, кто сейчас смотрит это видео с уже наступившим новым 2021 годом. Желаю вам радости, добра, а также творческих успехов в новом году. Итак, мы продолжаем курс для начинающих, и сегодня ЗАГ поможет нам разобраться с процедурными материалами. Временные метки главам урока, а также ссылки на мои соцсети я оставлю в описании этого видео. Подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ну и наверное, давайте начнем. Добро пожаловать в 9 видео из серии руководств для начинающих по Blender 2.8. В этом видео мы создадим материалы для чаши и деревянных досок, и для этого мы будем использовать некоторые специальные методы, которые не используют никаких UV-карт. Для чаши мы будем использовать только процедурные текстуры, а для деревянных досок мы будем использовать бесшовные текстуры. Если вы понятия не имеете, о чем я говорю, то вы все узнаете об этом после просмотра этого видео. Как всегда, временные метки к видео вы найдете в описании ниже. Вы также можете бесплатно зарегистрироваться в нашем разделе ресурсов, чтобы загружать все файлы проектов и видео из этой серии руководств, а также наш Blender 2.8 Shotcut PDF. Ссылку на него вы сможете найти в описании видео. Всем привет, это Зак для CDBoost.com, и давайте начнем. Прежде всего, мы должны быть в рабочей области Shading. Теперь давайте скроем практически все, кроме чаши, и выберем ее. Теперь создадим новый материал и назовем его Bubble. Как вы, возможно, помните, мы не создавали ни UV-карту для этого объекта, ни текстуры. Здесь я хочу использовать сгенерированные процедурные текстуры, чтобы создать очень простой материал металла. Для этого здесь, в редакторе шейдеров, я нажимаю Shift-A, чтобы добавить новый узел. И давайте перейдем к текстурам. И, как вы, возможно, помните, мы можем добавить текстуры изображения, как фотографии различных поверхностей, которые мы использовали для яблока и ножа. А также у нас есть множество других текстур, таких как текстура кирпича, Checker, Gradient, Magic, что бы это ни значило, или Moose Grave. И еще у нас есть текстуры Noise. Все это так называемые процедурные текстуры. Допустим, если я добавлю текстуру Noise, вы увидите, что нет надобности открывать изображение с нашего жесткого диска. Это простой узел с несколькими значениями. И если я соединю этот выход Color с основным цветом нашего основного узла, вы увидите, что мы получили такой разноцветный шум. Процедурная текстура – это, по сути, текстура, сгенерированная компьютером, созданная определенным алгоритмом, который добавляет определенный узор нашему объекту. Ну, или в данном случае этот разноцветный шум. И, конечно же, нам не нужна здесь эта разноцветная чаша. Но мы можем использовать эту текстуру шума разными творческими способами. Итак, эта текстура Noise имеет несколько значений. Например, вы можете изменить его масштаб. Мы можем изменить уровень детализации. Теперь, как видите, все стало очень размыто. И если я увеличу детали, у нас будет больше информации в шуме. Еще мы можем исказить это, если захотим. Давайте установим Distortion на 0. Мы можем настроить эти значения за секунду. А пока, поскольку текстура здесь немного растянута, я нажму здесь Shift-A, перейду в Input и добавлю узел Texture Coordinate. По умолчанию, эта текстура шума использует сгенерированные координаты текстуры. Вы видите, что нет никакой разницы, если я подключаю это сюда. Но, к сожалению, это немного растягивает текстуру. И есть быстрый способ решить эту проблему, просто используя координаты текстуры объекта. Давайте подключим его сюда, и тогда вы увидите, что растяжение пропало. Пока это в основном то, что нам сейчас нужно знать о ноде Texture Coordinate. Теперь текстура больше не растягивается. И мы не будем использовать ее для цвета. Мы будем использовать ее для создания очень простой карты шероховатости и простой карты рельефа. Но, прежде чем мы это сделаем, давайте разместим это здесь и изменим цвет на сероватый. Возможно, добавим немного красноватого. А затем увеличим значение металлик до единицы. Теперь, если бы мы использовали здесь Roughness, как вы можете видеть, то мы получили бы очень простую металлическую чашу. Но я не хочу получить идеально гладкую поверхность. Я хочу получить более грубую миску ручной работы. Поэтому начнем с создания очень простой карты шероховатости. Давайте нажмем Shift-A, перейдем в Converter, и снова добавим Color Ramp. Давайте подключим это сюда. А затем, давайте подключим это крафтнос. Теперь с помощью этого черно-белого градиента мы можем контролировать, какие части поверхности должны быть относительно шероховатыми, а какие относительно гладкими. Итак, у нас получилась неровная, не идеально выглядящая поверхность. И я думаю, что обозначения здесь примерно в 5 дадут неплохой результат. И мы должны увидеть это в сочетании с картой рельефа, чтобы затем настроить ее немного, если нам понадобится. Итак, выберите здесь левой кнопкой мыши текстуры нойза, Shift-D, продублируйте его, и левым кликом поместитесь здесь. Кроме того, соедините это с Object, нода координат и текстур, чтобы у нас не было растяжения на карте бампа. А затем, снова нажмите Shift-A, Vector, и добавьте узел Bump. Соедините выход Color с High, а выход Normal с входом Normal основного шейдера. Как видите, у нас перебор со значениями. Давайте уменьшим это до 0.05, и теперь у нас есть неровная поверхность. Много уменьшим масштаб, увеличим детали. Теперь, как видите, у нас есть гораздо больше мелких деталей, и в итоге мы имеем эту красивую чашу. Может, давайте немного уменьшим красноватый оттенок, не слишком сильно. Возможно, немного увеличим яркость темных значений для карты шероховатости здесь, и, возможно, немного уменьшим светлые значения. Что ж, я думаю, это уже выглядит хорошо. Помните, что большая часть миски в любом случае будет покрыта тканью. Но, все-таки, мы увидим какие-то части чаши, поэтому для этого тоже понадобится материал. Но это не должно быть очень детализированным. И да, я думаю, что здесь все окей. Небольшое примечание. Так как вот для этого материала не требуется UV-карта, мы можем присвоить этот материал любому другому объекту, и он будет выглядеть идеально. Так, например, если я снова включу яблоко, помещу его сюда и удалю материал. Давайте просто выберем эту чашу, а затем здесь, на вкладке материала, кликните левой кнопкой мыши и зажмите значок «Библиотека материалов». И теперь мы можем просто перетащить выбранный материал на другой объект. Теперь вы видите, что у нас есть металлическое яблоко. И, например, давайте покажем здесь нож. Переместите его вверх, и если вы не хотите перетаскивать его из других выбранных объектов, вы также можете просто здесь изменить выбранный материал из чаши. Итак, я поменяю здесь это на это. Теперь у нас этот металл на всех объектах, и вы можете видеть, что все отлично сработало. Единственное, о чем вам нужно позаботиться, это если вы масштабируете свои объекты в объектном режиме, вы также можете заметить, что еще и масштабируются детали этой текстуры. И опять же, здесь важно проверить значение масштаба, и при необходимости применить его. И тогда вы увидите, что размеры материала или текстуры также изменятся. Поэтому, опять же, даже для текстурирования, как видите, применение значения масштаба важно. Ну и, конечно, нам ни к чему металлический нож и металлическое яблоко, хотя выглядит это довольно круто. В любом случае, я это быстро отменю. Теперь давайте покажем здесь деревянные доски. И я оставлю чашу включенной здесь, чтобы было масштабное сравнение. Выберем деревянные доски и создадим здесь новый материал. Назовем его Wood. И, как вы помните, мы не создавали для досок точную UV-карту. Но мы не будем использовать здесь процедурную текстуру. Мы будем использовать так называемую бесшовную текстуру. И мы будем использовать метод проецирования, позволяющий проецировать 2D изображение на эту 3D модель, без использования UV-карты. И это очень хорошо работает, если у вас плоские поверхности. Итак, снова из внешней папки я перетаскиваю это изображение, которое я подготовил для вас в редакторе шейдеров. Теперь у нас есть этот замечательный нод Image Texture. И если я подключу его к Base Color сюда, то вы увидите эту странную текстуру на деревянных досках. И это потому, что, если я быстро переключусь на рабочее пространство UV-эдитинг, там уже есть UV-карта для этого объекта, оставшаяся с тех пор, как мы начали моделировать деревянные доски с помощью куба. А в кубе, по умолчанию, всегда уже есть простая UV-карта. Но для новой модели это уж точно не подходит, поэтому мы просто проигнорируем это. Мы будем использовать другой метод, похожий на тот, который мы использовали для чаши. Итак, давайте нажмем здесь Shift-A, перейдем в Input и добавим нод Texture Coordinate. И аналогично, как и с этой чашей, мы используем Object в Texture Coordinate и соединим его с текстурой дерева. Теперь вы, наверное, поняли, что такое бесшовные текстуры. По сути, мы можем размещать изображение рядом и не увидим, где заканчивается одно изображение и начинается другое, потому что у нас будет плавный переход. Конечно, мы можем сказать об этом по повторению этих паттернов. В любом случае, создается бесшовная текстура, позволяющая покрыть текстурой большие площади без рисования всего вручную. Кроме того, это дает нам возможность получить гораздо более высокое качество на больших площадях, потому что если вы, например, растянете изображение 2К на большой площади, у вас будет очень плохое разрешение. Конечно, текстура сейчас очень мала, поэтому нам нужно сделать следующее. Зажимаем здесь Shift-A, переходим в Vector и добавляем нод Mapping. Поместим его между Texture Coordinate и текстурой дерева. И, как видите, он автоматически подключился. С помощью этого узла Mapping, как видите, мы можем изменить положение, поворот и масштаб текстуры. Прежде чем мы это сделаем, давайте взглянем на это сбоку. И отсюда мы видим, что наверху текстура выглядит красиво, а здесь сбоку она растянута таким странным образом. Это потому, что здесь на текстуре дерева проекция установлена на Flat. Это похоже на то, как если бы вы спроецировали обычное плоское изображение сверху на 3D объект и затем получили бы это растяжение по бокам. Вместо этого мы будем использовать проекцию Box, поэтому выбираем Box. Как видите, это изображение теперь проецируется с шести сторон на объект, как коробка. Теперь у нас есть текстура и сбоку. Но если я сильно увеличу изображение, то вы увидите, что здесь есть явный шов. Однако метод Box позволяет нам блендить их. Если я увеличу здесь значение Blend, то тогда мы больше не увидим шва. Этот метод проекции Box не идеален. Но, по крайней мере, он помогает получить быстрый результат. И, честно говоря, мы все равно в итоге не увидим торцы деревянных досок. Далее, теперь нам просто нужно масштабировать это. И это мы сделаем со значением Scale. Только если я, например, увеличу здесь значение Scale, текстура станет меньше. И поэтому нам нужно использовать значение от 0 до 1. 1 – это, как правило, оригинальный масштаб. Со значением 0,5 мы удвоим размер текстуры. И в нашем случае, я это уже тестировал, значение 0,25 – это то, что надо. По сути, нам нужно сравнение с размерами других объектов в нашей сцене. Итак, для моей финальной сцены я не хочу использовать это красивое белое дерево, а я хочу темное дерево. Конечно, я мог бы поместить исходное изображение в Photoshop или другой графический редактор, а затем изменить цвет и яркость там. Но по мне сейчас это отнимет слишком много времени. Я просто хочу сделать это быстро, на лету в Blender. Итак, давайте нажмем Shift-A, перейдем в Color, добавим нод, High Saturation и поместим его между текстурой и основным шейдером. Нод позволяет нам изменять оттенок текстуры, насыщенность, а также яркость. Итак, я хочу получить темное дерево. Поэтому установим значение на 0,2. Я также не хочу, чтобы здесь был этот насыщенный цвет. Поэтому давайте установим его на 0,4, а также давайте изменим оттенок на 0,45, чтобы получить немного более коричневатый оттенок. Конечно, изменение оттенка работает только если текстура уже имеет цвет. Итак, теперь у нас есть это темно-коричневое дерево. И теперь, опять же, как всегда, нам нужна простая карта шероховатости и карта рельефа. Поэтому для начала пойдем в Converter и добавим Color Ramp. Подключите эту текстуру сюда и используем ее для шероховатости. И в данном случае я не хочу, чтобы темные участки были блестящими. Я хочу, чтобы блестели яркие участки. И для того, чтобы сделать это, мы, по сути, должны перевернуть Color Ramp. И мы можем это сделать, просто кликнув здесь на этой маленькой стрелке и выбрав Flip Color Ramp. Теперь вы можете видеть, что все светлые области стали более блестящими, а все темные менее блестящими. Итак, мы можем настроить это, изменив эти значения, если захотим. И еще, думаю, мы немного увеличим черный цвет, чтобы не было стопроцентного отражения. И давайте немного уменьшим значение белого, чтобы ни одна из областей не была на 100% шероховатой. И теперь, чтобы добавить здесь последние штрихи, давайте снова зажмем Shift-A, перейдем в Vector, добавим Bump Map. Снова соединим это с деревянной текстурой и входом High. А теперь Normal соедините с Normal основного шейдера. Текстура дерева должна быть слегка грубой, но не очень сильно. Я пробовал значение 0.16 и оно здесь вполне подходит. Конечно, в конце концов, мы все это можем настроить. И что еще помогает, это смена освещения, возможно, на более сильное. И тогда мы сможем увидеть, как в итоге выглядит дерево. И тут я вижу, что пока все в порядке. Возможно, мы подправим это в конце, когда у нас будет финальное освещение. Вернемся к внутреннему освещению, которое хорошо сочетается с нашей сценой. Да, ребята, как видите, даже с простыми настройками нодов в редакторе шейдеров мы можем создавать очень классные материалы. И как вы теперь можете себе представить, с помощью этого нода в редакторе шейдеров можно делать много вещей, и мы коснулись лишь поверхности. В любом случае, я надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, поставьте лайк, подпишитесь на наш канал и отметьте колокольчик под этим видео, чтобы получать уведомления о будущих видео. А если вы хотите расширить свои знания о 3D и еще глубже изучить Blender, вам может понравиться наш курс Blender 2.8 Launchpad с самым высоким рейтингом. Этот урок включает около двух сотен коротких и увлекательных уроков, охватывающих все важные основы не только в Blender, но и 3D в целом. Мы выполним несколько забавных упражнений и создадим полную трехмерную анимированную сцену с нуля. Если вы хотите узнать больше, перейдите по ссылке в описании видео. Да, ребята, большое спасибо за просмотр. В следующем видео мы будем создавать материал для ткани. Затем мы узнаем, как использовать изображение с прозрачным фоном для создания листочка. И еще мы создадим разрезанное яблоко. Будет много интересного, не пропустите урок. Увидимся, всем пока. Продолжение следует...